Хотелось бы узнать, когда я привык, поскольку я живу в России, в Российской Федерации, что православные это каноническая православная церковь, когда говорят славяне православные, это та религия, где у нас есть патриарх Алексий II, недавно были две истории. И здесь, когда я познакомился с Вашими учениками, они мне дали книгу, где было написано, что Вы православные. И вот здесь мне бы интересовал вопрос, расскажите об этом поподробнее. Здесь путаница произошла во времена раскола в Российской христианской церкви, то есть это 1666 год по Рождеству Христову во времена патриарха Никона. То есть тогда он просто начал вводить реформу. До этого церковь называлась ортодоксальной, то есть правоверной. То есть существовало ортодоксальное христианство, византийского толка, и существовало православное славянство, то есть старая вера, ну, как в обиходе говорили, то есть вера дохристианская. Православная, потому что правь славили, а правь это мир славянских и арийских богов. Поэтому даже когда грек Велизарий в 9 веке побывал на русских землях, то есть еще задолго до крещения, он описывал один из обрядов славянских. И он писал, православные славины и русины, дикие люди, и житие их дико и безбожно, мужи и девки вместе запираются в жарко истопленной избе, и истязаше телеса своя, хлеща себя прутьями древесными нещадно до изнеможения. А после прыгаша во прорубь Алису гроб и охолонившись, то есть охладившись, вновь идяше во избу истязать эти леса своя. То есть он просто не знал, что такое русская баня с венчиком. То есть для греков это было, ну, как варварство, самое истязание. Но при этом он же писал, что православные славены и русины, то есть еще до христианизации, то есть они прадь славили. А Никон ввел понятие, чтобы стереть понятие о древнем православии, он ввел понятие какое? Заменить правоверная вера христианская на православная. И что произошло? Последователи протопопа Аввакума заявили, не хотим быть как язычники. То есть язычник вообще означает представитель другой веры, другого языка. То есть вот язык это народ, а язычие это представитель народа, а тут язычие никакой. То есть язычник, представитель другой веры, другого языка. И они отказались править свои богослужебные христианские книги. Поэтому в старообрядческих книгах так и осталось. Всего и си исполнена земля русская, о правоверная вера христианская. То есть у них и осталось. Допустим, духовный регламент Петра I 1718 года, там тоже говорится. И я, как христианский государь, правоверие в святой церкви блюститель, учредил сей духовный регламент. То есть не православие, а правоверие. В святой церкви христианство полностью стало называться как православным официально, только в 20 веке. А до этого церковь себя называла православной, но в народе их называли ортодоксами, либо правоверными. А христиане старообрядческого толка, они себя называют неправославными и неправоверными, чтобы не путали с исламом. Они себя называют праведными христианами. Ну да, потому что у ислама тоже они являются праведными. А там тоже же ортодоксы. То есть правоверные мусульмане, это мусульмане ортодоксальной веры, изначальной. То есть те, которые стоят на изначальных историях. А потом уже идут сунниты, шеиты и все возможные другие толки. Но для нас, для нас, христианство, ислам, иудаизм это одна и та же вера. Объяснить? Ну давайте объяснить. 45 Коран, трапеза, аят 50 и 51. Там сказано следующее. И послали мы Иисуса, то есть Иисуса, сына Мариам, Марии, с подтверждением истинности того, что не спослано до Него в Таре. И даровали Ему Евангелие, в котором руководство и свет, и подтверждение истинности того, что не спослано до Него в Таре. И руководство, и увещевание для Бога боязненных. 51 аят. И пусть судят обладатели Евангелия, потому что не звел в нем Аллах, а те, кто не судят, потому что не звел Аллах, те распутники. То есть Коран гласит, что христианство, иудаизм, и ислам, это в принципе изначально была одна вера, которая потом разделилась на три части. Ну давайте, поскольку мы говорим об одной вере, которая разделилась на три части, будем говорить о вашей вере. О нашей вере. То есть, что она у вас разделилась гораздо на большую часть. Нет, у нас она не разделилась. То есть, когда многие приходят, ну представители разных конфессий, журналисты, единственный вопрос, который говорит, а у вас что, вера истинная? Мы всегда отвечаем, нет, у нас изначальная. Истина, она у Богов на небесах. А у нас изначально, вот то, что наши боги-предки нам оставили, мы то и храним в той чистоте, которая оно и было. Но распространение веры шло вместе с переселениями родов. То есть, расселением их. Сначала они с северного материка переселились на территорию, ну, современными понятиями, западной Сибири или, как мы говорим, беловодья. Оттуда они пошли на восток, в Индию, потом в Ирианию, в Иран, Персию. Это одни и те же племена. Да, одни и те же белые племена, которые расселялись. А потом они пошли на запад. Но уже с территории, будем говорить, ну, допустим, Тавропольского и Краснодарского края. Здесь же была страна священных городов. Или, как многие источники мира называют, Великая Скифия. Скифия, то есть от слова скит, поселение с храмами. То есть, страна священных городов. Или скития. В древности, во времена семилетней засухи, часть народов переселилась на запад. Часть родов отсюда. Греки эти народы называли Скифы-Скалоты. Но сами себя они называли Скотты. Потомки бояриня-скотиня. То есть, они не только хлеб выращивали, но они и занимали животноводство. Это шотландцы теперь, да? Да. И у них был бог-покровитель Велес. И когда они переселились на острова, они назвали свою страну Скотланд. Земля скотов. А лучшие пастбища посвятили богу Велесу, и до сих пор это называется Уэллис. Ну, это Шотландия. Да, Шотландия и Уэллис. То есть, это вот те части родов, которые отсюда переселились. А вот эта легенда или то, что мы говорим Арии, какое отношение имеют, скажем так, славянские племена, да? Если брать исторический аспект, к Ариям. Или это одно и то же? Это можно сказать, ну, одно и то же, но в каком смысле? То есть, великая раса, великая раса, то есть, раса вообще переводится как белый человек. Чистые помыслы, чистая совесть, чистое деяние, она разделялась как бы на четыре народа. Два даорийцы и хорийцы, они относились к корейцам, а рассеянные святорусы как бы к славянам. Но все равно они составляли единый белый народ. Но это был единый язык, единый уклад, единые правила, единые боги, да? Нет, единые вышние боги, да, но родовые боги у каждого свои. Ну вот, я вот читал, да, то есть, я знаю, что Тор, бог Тор, да, Один, это, как бы, если вот брать, это норвежские, там... Ну, скандинавские. Скандинавские боги. И не только. Они имели отношение к славянам? Конечно. Конечно. Здесь идет, будем говорить, объединение двух понятий. Одина как патриотия Асгардского, живущего на земле, и Одина как бога. То есть, ну, идет как проекция. Проекция. Да. Но во времена второго хорейского похода в Дравидию, или, как сейчас говорят, славянского похода в Древнюю Индию, поход возглавлял сканд. Поэтому в Индии до сих пор почитают великого сканда. То есть, на уровне бога. И вот после того, как он принес им две книги вед, сам веду и от харвоведу, он вернулся в Асгард Ирийский, это нынешний город Омск, он стоит на месте разрушенного Асгарда. И Один его благословил на переселение в западные земли, где земля очистилась от льда. То есть, ну, ледник отошел. И его вел Волх Моевск. Или, как его веды еще называют, Моисий. То есть, не Моисей, а Моисий. И это все описано в ведах? Да. И вот, когда они дошли до реки Мутной, Волх умер. Искант в честь Волхва назвал озеро, или, как езер раньше говорили, Моиском Завомое. А туда уже князь Славян пришел. И в честь него и река была названа Волхвом. Тогда можно вопрос? Вот вы столько много информации... Нет, я еще не закончил. Но Сканта пошел дальше. И он пришел на территорию нынешней Швеции, Финляндии и Норвегии. И когда он умирал, он сказал, никуда не уходите с всей земли. Пусть ваши роды здесь живут, а моя душа будет охранять землю сию. Душа умершего по-славянски навья. И получилась Скандинавия. Скандинавия. То есть, земля, охраняемая душой князя Сканта. Давайте так. Я учился в школе, изучал историю. И у меня так получается, что более-менее описанная история, ну, как пишут, по источникам, по книгам, по свиткам, она вот как бы со времен крещения Руси. А то, что было до этого, это как бы темное пятно. Ну, для нас нет. Для вас нет. Ну, сразу возникают два вопроса. Кому нужно было? Или как получилось так, что то, что знаете, то, что описано, допустим, в ваших книгах, это не было в учебниках, об этом никто не говорил, это первый вопрос. И где эта информация сохранилась? Потому что, как говорят, ну, письменности, вообще науки, вообще, как-то, вот, ощущение, что цивилизации, да, русских, как таковой до крещения не было. Потому что, как говорят, крещение объединило Руси. А до этого это было... Разъединило. Вот давайте об этом поговорим. Ну, письменность, она была. Простой пример. Петр I, которого у нас называют царем-узурпатором, императором-узурпатором, то есть он же отравил своего брата, Ивана Алексеевича, и захватил власть, а сестру сослал в монастырь. Он своим указом, одним, украл у народа минимум пять с половиной тысяч лет истории. То есть, заметьте, в сентябре христиане российские первого сентября отмечали, что? Новый год. Новый год, новолетие, правильно. Но они какое отмечали? Лето 7208 от сотворения мира. Так, 13 сентября, в день осеннего равноденствия, славяне отмечают свое новолетие. Свое новолетие тоже. 7208 от сотворения мира в Звездном храме. То есть, от победы великой расы над великим драконом. То есть, об этом и Авевта писала. Асур с Ариманом воевали. То есть, как бы сейчас сказали, русские воевали с представителями Китая. Так, и что же случилось при Петр Первый? И Петр Первый, я не закончил, писали так, как раньше, буквицей. То есть, над буквой ставилось титло, и буква уже обозначала число. То есть, когда записывали буквами 7208, это означало, что письменность на тот момент уже существовала 7208 лет. А Петр Первый ввел циферную запись 1700-е от Рождества Христова. 5508 лет у народа, как бы, истории украл. Поэтому Миллер и его подручные начали переписывать всю родовую историю. Ведь Романовы, они же захватили власть у Рюриковичей, отняли. Поэтому они, как любые правители, захватившие власть, начали переписывать все под себя. Тут ничего удивительного нет. Это во всех странах мира было. То есть, любой, кто захватывает власть, уничтожает первоисточники и переписывает все под себя. Это уже, будем говорить, как бы негативная традиция человечества. Но то, что хранится в отдалении от больших городов, в скитах, в скуфах, оно хранится. Запустим, в 1722 году шведы, которых Петр Первый на строительство крепостей в Сибири и Дальнем Востоке отправил, они на берегах Иртыша, Аби, Енисея обнаружили гигантские каменные столбы полностью исписанными рунами. Но только енисейские руны имели 38 штук. То есть, разновидностей. Обские – 125, а иртышские – 256. Это букв практически. Это не руна, это переводится как «тайный образ». Это не буква, это не слог. Это образ, целый образ понятия. Это вот похоже на китайские иероглифы, образы? Нет, она похожа руна, как бы, санскрит и футарк. То есть, ну, на основе китайский, японский, корейский иероглифическое письмо – это дарийские траги. То есть, образ, происходящий в данный момент времени. То есть, и китайская система письменности, она построена так же. Соединение образов, находящихся в данный момент времени. А санскрит, он похож на тот язык? А санскрит – это неправильно. Правильно, санскрит. Самостоятельный, скрытный. Это наши предки для людей, живших в Индии, то есть, для негроидов, дровидов и нагов, создали, то есть, они их привели к ведической культуре, чтобы они не делали человеческих жертвоприношений богини Кали. И создали для них упрощенный вариант образного письма, то есть, 48 буквенник. То есть, 48 руун получился санскрит. И его имели право читать и толковать только мужчины. Брахмана, да, по-моему? Да. То есть, только посвященные в тайную структуру. Но на великих праздниках, когда собиралось много народу, и когда один человек читает, это как бы, или там несколько человек, ну, как сейчас принято говорить, по ролям читает, это незрелищно. Поэтому данные веды еще и женщины в танце на холме воспроизводили. То есть, при помощи пения и танца, пластики. До сих пор вот индийские танцы, они передают пластику. И вот этот уже сопровождающий напевом и пластикой язык получил название Дева на горе. То есть, Дева на горе. То есть, как бы театрализованное. У меня такое ощущение, что Вы знаете индийский язык, потому что Вы произносите какую-то терминологию сугубо индийскую, да, санскритскую, и вдруг она имеет корни абсолютно, переводится в русский. Каждый день Афанасия Никитина за три моря в немецкие страны. То есть, он ходил в Индию. Он же не вез с собой два человек переводчиков. Они все говорили на старом русском языке. В 80-м году, когда была Олимпиада в Москве, в Москве проходили Дни индийской культуры. То есть, они привозили, показывали Ромаина, спектакли и прочее. А потом их повезли в колхоз. И, когда их привезли, их спросили, что им понравилось в Москве. Они говорят, нас поразило то, что в самом центре России, в глухой деревне, все говорят на древнем санскрите. Вот такое. Да. А шотландцы тогда, это тоже Вы переводите абсолютно? Это тоже все наше. Древний шотландский, он почти ничем не отличается от древнесловенского. Это вот уже, когда латинизированные слова в современный шотландский английский попали, они его изменили. А древнейший там... А на сколько, извините... Вол пасется на лугу. Русское предложение, да? Вол пасется на лугу. На санскрите Вол пасется на лугу. На шотландском Вол пасется на лугу. На древнеирландском Вол пасется на лугу. На древнеисландском Вол пасется на лугу. Тогда вопрос, насколько русский язык отличается от современной литературы, От того языка, древности, скажем так? От древности, ну, все равно, как сказать сейчас, как современный русский от современного польского. То есть, современный польский уже современному русскому человеку трудно понять. Хотя современный русский язык времен Николая II и польский времен Николая II, они очень похожи будут. То есть, многие, допустим, и не могут понять украинскую мовь или белорусскую. Хотя, раньше же это был один язык. То есть, были просто небольшие различия на речи. Но заметьте, первооснова, родовая вот эта образная, она осталась во всех языках. Общество народа по вере, культуре, традиции. У всех народов как бы отождествлялось одной формой. По-французски это звучит «национ», по-английски это «национал», по-немецки «нации», а по-русски это звучит «наши». Вот это наши люди, а это не наши. А те, кто не наши, они для нас немые, то есть немцы. Не понимающие нас, а мы их. А давайте теперь поговорим о современности. Потому что вот мы уже пересекли середину передачи, мы немножко погрузились в исторические факты, потому что они интересны. И, признаться, я их не знал. Хотя, так сказать, имею высшее образование, но так получилось. И мы говорили об этом. Мне интересно, вот смотрите, так сказать, вот я вижу ваше одеяние, да, и я вижу очень много знаков. И мне было бы интересно, чтобы Вы рассказали о таких вещах, как вот я знаю, обереги, родовые какие-то вещи. Потому что это то, что, видимо, сохранено Вами много-много тысяч лет. Кстати, сколько тысяч лет существует эта культура? Ой, никто не знает. Миллионы лет. Миллионы лет. То есть, когда мы говорили раньше, что это существуют десятки, сотни миллионов, люди воспринимали это... Как фантастическое. Ну, какая-то фантастика. А тут буквально наши последователи, то есть из нашей церкви в Екатеринбурге, они наткнулись на фильм «Запрещенная археология». И там в этом фильме сняты вообще, по-моему, то ли французскими, то ли немецкими учеными. В запасниках музеях нашли все то, что написано в наших ведах. То есть, все, что не вписывалось в общепринятое, просто складывалось в запасники. Они там все это обнаружили. Ну, допустим, молоток, которому 120 миллионов лет. То есть, он состоит, сплав его, 96% чистого железа, 2% сульфатов, 2% меди. Современная технология не в состоянии выплавить такой сплав. Или в Индии этот железный стоп. Да, но это наши установили. Наши устанавливали. А есть в Сантии чисто на железных таблицах, вот на Алтае хранят хранители. Там чистое железо. Оно не портится. Вот ту информацию, которую Вы мне рассказываете, да, эта информация, видимо, взята из вед. А в каких источниках она сейчас хранится? Где это? В Сантии и Харати. Есть. Первые источники я имею в виду. Я же в Сантии и Харати. Ну, Харати – это пергамент обработан. И это все хранится? Конечно. Убедиться в том, что это множество, множество лет? Нет. Это уже не дается в 1929 году. Почему? Потому что в 1929 году, когда на все церкви и религиозные организации Советского Союза были лишены прав юридического лица, правсостояния, имущества и утвари. Просто войска НКВД многие Харати сжигало, Сантии переплавляли в куски серебра, золота, платины. То есть, и оставались от них только тетради переписаны. А то, что не успели они изъять, переплавить, то спрятали так, что она будет лежать до той поры, пока самосознание народа не изменится и никто не причинит вред. То же самое делают христиане. Вы попробуйте спросить у них первоисточник Библии. Самый древний, полный текст, самый полный текст Ветхозаветной Библии, который доступен, датирован 1008 годом по Рождеству Христову. То есть, видите, менее тысячелетному. А где более древние? То есть, все сокрыто. Ватикан вообще в свои кладовые, где они хранят ту же тайную книгу Иоанна, за которую сжигали и уничтожали альбегойцев, он никому не дали. Индусы прячут первоисточник Святой Евангелия от апостола Фомы. А там же слова, которые пересекаются не только с нашей верой, она пересекается с индуизмом, с буддизмом, с другими системами, с зороастризмом. Не ищите Бога в каменном строении или в деревянном подобии Его. Бог внутри вас и вне вас. Поднимите камень, и там найдете Бога. Загляните в ручей, и Бог улыбнется вам оттуда. Посмотрите на небо, и все боги дадут вам силу. То есть, о чем это говорит? То, что современная церковь отмела. Но христиане святого апостола Фомы в Индии до сих пор хранят три Евангелия от своего апостола. Но они не вошли в канон. Хотя в той же Библии сказано, не забавь и не убавь. Но на соборах сидели и решали, какие книги признать каноническими, какими нет. Старо канон, 110 книг. Дефтеро канон, около ста книг. То есть, те, которые не вошли. Каноническое вообще 66 книг. Синодальное 77. То есть, кто-то сидел и решал, вот эти мы примем, а эти не примем. Вы понимаете? То есть, они решали, но то, что не приняли. Они же не просто, как многие пишут, взяли и уничтожили. Они же все в архив Ватикана или еще куда-то. То есть, это все спрятано, это храм? Конечно. Те же кумранские рукописи, найденные в 47-м году на берегу Мертвого моря. Их же тоже прятали, их же случайно обнаружили археологи. И что, начали разбирать. Приехали люди с Ватикана, говорят, мы разберемся лучше и увезли. И доступа теперь к ним нет. Можно тогда вопрос о современности? Вот я, так сказать, все равно вижу, что все больше и больше. Вот я читаю книги наших русских писателей, которые говорят об исторических вещах. Я встречал там такие слова, как рот и так далее. Я слышал и знал, что функционируют в разных частях России, а может быть даже всего мира, ваши рода, общины. Вы можете рассказать о современном состоянии, скажем так, славяно-рисской, как это называется, религии? Нет, у нас вера, а не религия. Религия, да. Религия – это искусственно созданное учение для восстановления потерянной связи между человеком и Богом. Ведь лего – это же связь, а рэ – это повтор. Но о религии мы не говорим. Да. А все-таки вера. То есть вера построена на двух основных принципах. Первый – святочить своих богов и предков. И второй – жить по совести в гармонии с природой. То есть многие спрашивают, сколько заповедей. Если человек живет по совести, пускай хоть 3 миллиарда, 20 миллиардов заповедей будет, он все их выполнит. Потому что нет ни одной божьей заповеди, которая идет сопротив совести. Но вы поклоняетесь различным богам? Мы вообще никому не поклоняемся. Мы почитаем и славим наших богов и предков. Это разные вещи? Конечно. Поклонение, то есть унижение себя перед Богом, значит, ты одновременно унижаешь Бога перед собой. Тем более наши боги, они же и рядом с нами ходят. А вы можете рассказать об этом более подробно? Вот я смотрю на ваш... Я точно знаю, что зрители, которые будут смотреть, они уже давно обнаружили. И мы... Вот я вижу, скажем так, вот сейчас оператор даже наедет. У вас на поясе, скажем так, свастика, да? То, что... Нет. То есть на Западе все солярные символы называются одним словом свастика. Слово свастика это русское. Это сейчас просто пытаются привязать к санцриту, слоуасти. Сва это небеса. С это рунное направление. Тика это течение, движение, пришествие. Поэтому дети маленькие до сих пор говорят текать. То есть перемещаться. Ну да. А образ считывается в обратном порядке. То есть мы читаем так свастика обратно. Пришедшие с неба, рядом с ковшом большой медведицы, находятся созвездия свати. То есть свастика на небе. А это солярные символы. Вот допустим. Это калаврат. Вот который вот по центру, да? Да, да, да. Это калаврат. Это цветок папоротника. И они что-то обозначают? Конечно. Калаврат имеет систему духовного преображения, возрождения. Цветок папоротника это усиление духовной и душевной силы в человеке. Чтобы он мог ее использовать на помощь своим родовичам, общинникам. То есть те, кто люди придут. А кому было нужно сделать так, что этот знак четко ассоциируется с кровавым режимом? Все говорят, что это фашизм. Нет, здесь будем говорить, что это искажение истории. То есть у фашистов не было свастики. Символ фашизма 16 стрел, перевязанных лентой. Отсюда и фашивал пучок. Фашизм был в Италии. Был в Италии у Бенито Муссолини. В Германии был социализм. Правда, национальный. Поэтому те, кто в это не верит, пускай прочитают статью Сталина 1936 года, руки просят социалистической Германии. А они использовали свастики? Потому что до 1923 года на советских деньгах было 3 калаврата. То есть 250 рублей, тысячная, купюра 5 тысяч, 10 тысяч. Там по 3 калаврата использовалось. То есть и на деньгах Временного правительства тоже были калавраты. Разница была только, что на большевистских деньгах был двуглавый орел без корон. А на тысячных керенках там была Государственная дума. Ну, потому что Временное правительство свободу учредительному собрали. На рукавные нашивки бойца в Красной армии. В фильмах этого сейчас не показывают. Он составлял красный ромб, вверху пятиконечный серебряный венок, в нем золотая свастика, а в свастике 5 букв РСФСР. Я знаю свастики такие вещи, что, допустим, у буддийских учителей свастики, это неприемлемый атрибут у многих. Даже, по-моему, у христиан, потому что я видел изображение икон. Да, Державная Богоматерь, это храм усекновения главы Крестителя в Москве, в Коломенском. Там у ней на венце. Да, есть. Но там у ней не свастика, у ней там символ Агнии стоит. Ну, как бы... Да, как бы повернута на 45 градусов свастика. Так вот, когда Сталин Гитлеру подарил свастику, он за консультацию обратился к ордену Черной... ...90-х годов... ...годы, когда Сталин... 20-й год. ...20-й год, когда Сталин вот эту свастику, и почему она черная там. Да? Да, ну вот мы посмотрели рекламный блок. У нас еще вот это он, да? Да. Вот здесь, если оператор навеет. Это, значит, в 20-х годах Сталин... Потому что даже в Майнкамп Гитлер пишет, что сам эскиз партийного символа и партийного стяга он делал самолично. Почему? Потому что он проводил консультации как раз вот с этим тибетским орденом Черных Колпачков. А они уже потом ему сказали, что здесь идет как огненное, это возрождение духовное, а ему надо изменения, потому и надо взять черный цвет. И взяли, и часть, будем говорить, монахов этого ордена, они перешли в другой орден, СС, и были в личной охране Гитлера. То есть, и они как бы его поддерживали, вот эту вот мистическую подоплеку. Ну, мы уже там слышали, насколько там настоящая задача в этой истории, там очень все запутано. Еще, может быть, придется время... Да, сейчас просто не раскрывают, что действительно представлял из себя орден СС. Ведь когда этот вопрос наши подняли на Нюрнбергском процессе, тут же деятельность СС, Анненерба, то есть наследие предков и других тайных оккультных лож, была закрыта разбор и рассмотрение. А так как Гитлер состоял и в ННРБ, и в СС, и в других ложах, особенно Зеленый дракон, что не подлежало рассмотрению на Нюрнбергском процессе, Гитлер выпал из числа рассматриваемых преступников в Нюрнбергском процессе. То есть судили всех, даже тех, кого не было заочно, взять того же Адольфа Эйхмана, его же тоже на Нюрнбергском. А потом уже был процесс над Эйхманом в Иерусалиме, но его тоже дело разбирали на Нюрнбергском процессе. То есть судили всех, кроме Гитлера. Почему? Потому что для всех Гитлер, даже тогда, он являлся мистической фигурой. И если бы судили его, значит пришлось бы судить и советское правительство, и американское правительство, и французское правительство, и английское правительство. Потому что они все были взаимосвязаны не только, будем говорить, денежными вопросами, но и мистическими силами. То есть потому что почти все правители того времени находились в тех или иных оккультных структурах. Ну или многие говорят, масонские ложи, ну как кому удобно. А вот вы, вера славяно-арийская, она пользуется оккультными силами, оккультными вот этими какими-то вещами? В своей практике? Мы используем это все в быту, на бытовом уровне. Как это? Ну, простой пример. Перед посадкой хлеба или зерна, там, редис, морковь, огурцы. То есть что делает человек? Он берет горсть в руку, прикладывает к сердцу, Передает мощь, отсыпает часть семян и сеет. Но те семена, которые он отложил, они идут в огненный жертвенник, богиня Тария. И поэтому, когда вот при помощи данного ритуала человек от сердца посеял зерно, у него, получается, результаты восхода и прорастания, допустим, зерна в 4-5, иногда и в 20 раз выше, нежели посеянной селкой. А влияние на погоду такие вещи есть у вас? Ну, облакогонители, да это все есть, это все природа. Это все развито достаточно сильно у вас? Ну, это развито, люди умеют, но не используют. То есть если когда уже какая-то... Ну, засуха, скажем так. Засуха, ну, значит, вы зовут дождь. Если проливной дождь, ну, отведут, он будет идти полосой по реке, чтобы угодить. Хорошо, а вот сейчас, так сказать, где можно, есть ли, сохраняются ли обряды ваши, да, вот, славяно-арийские обряды, и где это можно увидеть, как это увидеть, как можно будет с вами познакомиться, есть ли у вас официальные адреса, как можно просто видимо вас найти. Нет, церковь зарегистрирована уже давно, и община зарегистрирована, то есть мы по всей России. И в журнале даже «Наука и религия», это шестой номер за 1993 год, там данные были на 1 января 1993 года. По-моему, среди тысячи с лишним организаций в числе 40 наиболее мощных, ну, были 40. Это при том, что у нас, будем говорить, общины родовые или просто вот в деревнях не регистрировались на тот момент. Они просто были? Они были, но мы же ездили в Москву, там, экспертно-конституционный совет, при верховном совете РосССР. Там мы задали вопрос, необходима ли регистрация, если не нужен счет в банке. Нам сказали, нет, только высшая структура церкви зарегистрирована. А уже согласно нового закона, но... Ну, 15 лет, очевидно. Нет, а они же все равно существуют, поселковые советы же знают. То есть, все должны регистрироваться, ну, мы-то же зарегистрированы. У нас вот, допустим, надо было только для трех общин подтверждение о их существовании. Ну, мы предоставили одно 1898 года, 1799 и 13 век. Ну, раздевиловская летопись же об этом уже пишет. Пишет, друзья Руси зовут сосвии, друзья урмани, то есть те, кто в тайге живут, ингляни, то есть мы друзья и готы. Правда, был один чиновник, говорит, ну, это же подделка 13 века. Я говорю, ну и что? А что, 13 век, 700 лет, это меньше, чем 50 или 15 лет. Она подшислала, говорит, ну, в принципе, убедительно. А вот то, что у вас, вот, это оберег, да, вы можете рассказать, что это и вообще? Это обереговая вязь, она идет не только по груди, она идет и на рукавную вязь, и идет на поясе. То есть, это все связано с культом Перуна. То есть, но не так, как его сейчас рисуют там, вот только воитель берет всех и уничтожает, нет. Перун — это бог мудрости, в первую очередь. А то, что он уничтожал нечисть, ну, любой воин нечисть уничтожает. А вот когда у вас, как вы можете рассказать о тех праздниках, или когда вы себе выбираете, если я знаю, что священные... Вот у нас 33-й бейлет, то есть месяца белого сияния и покоя мира, или это будет 13-14 января нынешнего, у нас зимний день Перуна. То есть, когда Перун победил темные силы и вонзил сияющий меч в землю. То есть, сейчас у нас идет 9 дней, это неделя памяти предков, и заканчивается она зимний день Перуна. То есть, в храмах будут, в капищах, в святилищах богослужения праздничные, потом будут жертвоприношения, но сразу же хочу сказать... Это жертвоприношение. Жертвоприношение у нас приносится только изделия рук человеческих, то есть продукты, травы, зерна, фрукты, овощи, все. Какие-либо кровавые жертвоприношения никогда не применялись и никогда их не было. То есть, это все выдумали, будем говорить, советские переводчики, не знающие образа перевода древнего письма. Ну, допустим, вы слышали фразу, что корни дуба, дуба перунова, древа, поливались медвежьей кровью. Да, есть такое упоминающее. Знаете, что? Вывод. Убьют медведя, выкачают кровь и дуб обольют. На самом деле, происходило, что когда кома, то есть медведь, идет по малиннику, он ест ягоду, а часть давит. И у него на шкуре размазаны ягоды малины. А отсюда и малиновый сок назывался медвежьей кровью. Или малиновое вино впоследствии. Медвежья кровь. И что делали? Обливали корни дуба, муравьи на сладкое. Прибегали все личинки гусениц, там тли, из корней вытаскивали и спасали дерево. Поэтому и дубы стояли тысячелетиями. То есть, видите, как... А дубы являлись вашими какими-то священными деревьями? Дуб, береза, ясень, кедр, граб и другие, это священные деревья. Ведь заметьте, русский человек, идя в баню, он что? Берет веник. Веник какой? Дубовый, березовый, ясеневый, липовый. Да, вот такие люди. Да. Из деревьев, которые излучают силу, поддерживают. А есть ли у вас какие-то общие вещи или что-то похожее на друидов? Потому что я знаю, что особая культура... Так они же приезжают. Дру, это дерево, то есть жрецы леса. У вас обширные связи вот с... Ну, они приезжают, есть. Вы их обучаете чему-нибудь? Зачем? Они же родовая система, они же передают из поколения в поколение. От деда к внуку, от отца к сыну. Я слышал, что у вас есть учебные заведения, можете... Есть у нас, они в госреестре России, то есть и школы, и Асгарская... Специализированные, да? Да. Асгарское духовное училище имеет статус духовное учреждение профессионального религиозного образования. То есть там 4 года обучения. И на кого там обучают? Там два факультета, богословский и миссионерский. То есть миссионеры это священнослужители. А богословские, то есть они могут и быть священнослужителями, но, как правило, их разбирают городские и районы администрации. Потому что там у нас есть предмет, который называется религиовведение. И они изучают все религиозные культы, которые существуют на территории Российской Федерации. А работникам администрации как раз и нужны советники по религиозным вопросам. А они компетентны. То есть изучив учения и суть каждого культа, они могут с представителем данного культа общаться на его языке. Это находится под вашей эгидой, да? Да. А еще вопрос. Вот я когда разговаривал с одним из ваших учеников, он говорил о том, что там даже преподают какой-то сложнейшей математике, каких-то там измерений. Я не совсем тогда понял. А, ну я понял вопрос. То есть предмет хорийская арифметика. Это еще не математика, это только начальная форма. А что? Это так сложно там? Вы понимаете, за последние, ну, примерно около десятка лет, ни один человек, закончивший 2-3 высших математических образования, не смог закончить первый курс в духовном училище. У всех была проблема именно с хорийской арифметикой. Потому что там идет совершенно другая система счисления. При этом счисление идет и трехмерное, и многомерное. Вот, многомерное счисление, это все реально. Это все реально. Ну, простой пример. 3 на 7 сколько? Ну, сейчас я скажу 28, получается. Нет, 3 на 7. 24, 21. 21, а 3 жды 7? А 3 ю 7? 3 жды, а какая разница? А вот так. Умножение на это двухмерное. Умножение жды это трехмерное. Умножение ю это объемно-временное. А помимо этого есть призменное умножение, есть пирамидальное умножение, есть триадное умножение, есть ровное умножение. А оно имеет практическую ценность? Конечно. Конечно. Ну, допустим, ровная система умножения. Ровность до 9 729. То есть, допустим, из кубиков 9 в ряд так, так, и высоту 9 полностью все заполнено. То есть, как бы мы записали 9 в кубе. Да. А здесь просто, ровно же 9, 729, ну, простая ровная система умножения. Удобно. То есть, вот надо выложить объем. Столько-то блоков надо, чтобы заложить сваю, да? Все, сколько? 9 на 9 на 9, все, 729. Делов. Ну, это надо пойти поучиться там. А вот то, что вот я вот говорил, 3, ну вот, треугольник, да? Три опорные точки по краям. 7 раз повторенное в пространстве будет 21. То есть, ну, это на плоскости. Трехмерный треугольник, то есть, как тетропак. Да. То есть, он имеет уже 4 опорные точки. Но все равно, говорится, трижды. То есть, показывает, что треугольная система трехмерная. А там 4 опорных точки. А 7 раз повторенное в пространстве будет 28. опорных точек. Так? А когда она сфероидная, то есть, как бы, треугольник вверх и вниз, получается 5 опорных точек. Поэтому, говорится, 3ю 5, 35. 3ю 7, 35. Грубо говоря, если мы будем говорить о том, что наука и, собственно говоря, цивилизация, которая была до христианства у славян-орийцев, да, она достаточно сложная и не уступает, допустим, египетским всем этим. Да, это же все наше. Это наши предки все построили. То есть, тогда уже были какие-то теологии, которые позволяли делать такие чудеса? Конечно. Конечно. И они все были как-то записаны? Древние египетские легенды гласят, что 9 белых богов, пришедших с севера, создали Египет. Но наши предки его называли такеми. И греки, белых людей, живущих в Северной Африке, называли кемерийцы. То есть, такеми, выжженная земля, то есть, выжженная солнцем. И получилось как? Ну, это как легенда, как легенда, что когда чернокожие племена пришли и увидели, что строятся города на побережье Средиземного моря, на берегу Нила, они пришли и спросили верховного вождя, как его зовут. А у белых народов была маленько другая система. То есть, незнакомство встретит, спрашивают, с берегов какой-то реки, какого-то рода племени, как тебя звать величать. Совершенно иная форма обращения. Они пришли к верховному вождю и спросили, как тебя зовут. А он этот вопрос понял так, что его спрашивают, с берегов какой реки он пришел. И он им ответил, Ра, древнее название Волги. Вот так древнее название Волги стало именем верховного бога Египта. Ра. Да, то есть, непонимание. То же самое, как у нас сейчас по Австралии бегает животное, я вас не понимаю. Кенгуру. Да. А этих примеров множество. То есть, непонимание систем. То есть, вот сейчас, если я говорю, я разговариваю с представителем той цивилизации, которая, собственно, нет, 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 мы вообще не принимаем понятие цивилизации. То есть, в нашем понятии цивилизация, это управление меньшинством большинства и превращение природы в экологическую помойку. Поэтому мы говорим, у нас никогда не было, не будет цивилизации. У нас всегда был культ Ура. Культ земли наших предков. А Ура это? Ур это земля наших предков, то есть, возделанная, политая кровью и потом наших отцов, дедов и пращиков. Я смотрю на время, к сожалению, я не думаю. Я думаю, полчаса, пятнадцать, уже час почти идёт. К сожалению, вы спешите, вам нужно уезжать в Омск, да? Да. А время я не заметил, поэтому мы передачу будем заканчивать, но я бы хотел, чтобы тоже с нами все представители Краснодара, мы ещё пять минут поговорили для анонса, потому что, скорее всего, эту передачу мы будем выпускать в эфир через месяц. Я должен был представить, как вас представить? Я должен был ещё представить, что вы представитель... Я на сегодняшний день представляю Древнерусскую Православную Славянскую Церковь, Православную Старую Энглингову на юге России. То есть, мы являемся представительством Беловодия-Сибирского здесь, на юге России. У нас община здесь. А много у вас таких представительств и по России, и по миру? Ну, почти в каждом субъекте Федерации есть. Представительства. Да, то есть, есть общины, которые непосредственного подчинения, то есть, не как предстоит, а входящие в нашу систему. То есть, прямое подчинение. Ну, допустим, Хантамасийский округ, Пытьяхская славянская община, либо Черногорская славянская, это республика Хакасия, Ставрополье, Пятигорск. То есть, вот такие системы. То есть, но и есть общины, которые, допустим, их отказались регистрировать на местном уровне, и они продолжают существовать как структурное подразделение нашей церкви. То есть, а структурного подразделения регистрировать не надо. Давайте все-таки еще поговорим. Я вот читал, к сожалению, я просто не успел всю эту книгу, я вот только начал знакомиться, она действительно интересная. Сейчас со вторым томом читает, просто она не отдала мне эту книгу. Вторую, она говорит, да, я ее буду читать, просто не отдала, потому что действительно интересные сведения. Будем говорить о том, о каких-то космических, более широких делах. Потому что, ну, как бы, судя по тем знаниям, которые действительно сохранены, которые существовали и по которым жили, да, то было очень много, как бы, таких вещей, которые сейчас на нашем уровне бытия не воспринимают. Да, вы можете, ну, как бы... Простые примеры. Простые примеры, потому что очень мало времени и в то же время... Хорошо. Допустим, сказки, да, это не выдумка, это то, что было записано со слов. Поэтому сказки посольского приказа, да, который писал Думья Дняк, никто не воспринимает как шутку. Да. Поэтому сказы, легенды, предания, сантии, веды, это все хранят. Допустим, в Индии это называется виманы. У нас это называют и виманы, и вайтманы, и вайтмары. То есть, небесная колесница богов или, как бы можно сейчас сказать, космические корабли. Кроме того, заметьте. Они были. Почти, были русские сказки. И отправился кто-то там, Аленушка или Иванышка, за 3-9 земель. До 1910 года слово планета с греческой в русском языке не употреблялось. Землей называли небесное тело, которое вращается вокруг светила. Небесное тело, которое вращается вокруг Земли, называлось Луной. То есть, 3-9 земель, 27 земель системы Ирилы Солнца. Или, как бы мы сейчас сказали, 27 планет Солнечной системы. Ну, их там 9, по-моему, или 10. Ну, кто-то 9, кто-то 10, кто-то 11. Из открытых. Из открытых. Плутон-то когда обнаружили? В 1930 году. А взять хотя бы наши сказки. У Ния было 8 дочерей. Ний, бог морей и океанов. Про него легенды говосят, что из Ния бог вышел, то есть, из моря, в белом одеянии, в тунике. Ний в туни перевели как Нептуни. То есть, у Нептуна 8 дочерей. До 1985 года официально считалось, что у планеты Нептун 2 спутника. Когда Voyager 1 и Voyager 2 подлетели, они обнаружили, что их не 2, а 8. Ну, наши-то предки, это нам передают из поколения в поколение, что земля Ния имеет 8 спутников. То есть, 8 дочерей. А много ли такой информации, ну, скажем так? Да, полно. А те же задачки? А? Пророческая информация. Ну, есть, но сейчас всех в основном интересует конец света. Ну, да. А в Сантехведа Перуна сказано, «И наступит конец света для темных личностей, и конец тьмы для светлых». То есть, и люди пускай сами определяются, какие они, светлые или темные. То есть, у вас есть достаточно большая свобода выбора. Человек сам может выбрать. Конечно. Ну, кто-то хочет погибнуть, пускай погибает. Ну, тот же Михаил Васильевич Ломоносов что сказал? И другие. Все возрождение мира начнется с Сибири. Я образно так говорю. Все предсказатели, вот сейчас вот особенно предсказывают, вот, земля погибнет, полюса поменяются. Останется что? Кавказ и Великая Сибирь. А почему Кавказ и Сибирь? Ну, Кавказ, понятно. Высоко. Все затопит высоко, да. А Сибирь Уралом, Алтаем, Гималаями огорожен. Ну, сейчас новая мода пошла. Смена магнитных полюсов. Такое ощущение, вот, ледяные шапки, там пролетит Каэмета, 12-я планета, магнитный полюс. Будто наша Земля настроена не на Вселенский магнитный полюс, а на проходящую эту систему. Такое ощущение, что вот ходит человек, раз источник какой-то сильного притяжения, у него ухо соскользнуло на пятку. То есть, они же рассматривают Землю как просто оторванную систему из ничего. А те же, будем говорить, засухи и ледниковые периоды, их же совершенно по-другому. Все планеты, или, вот как сейчас говорят, выстроились в один ряд, они стягивают Землю с орбиты от Солнца. Поэтому наступает что? Великое противостояние, когда планеты... Да, нет, когда крупные гиганты стягивают... Парад планет. Да, парад планет. У нас наступает похолодание. Если Земля находится по ту сторону стабилизации, ее притягивают ближе к орбите Венеры. Значит, что? Наступает засухи. То есть, вот эти вселенские циклы, они не учитываются. То есть, даже в школах рисуют, Земля кроется по кругу, она никогда не ходит по кругу. Влияние, гравитационное притяжение других земель системы Ирилу Солнца влияет на нее. То есть, ощущение, что я говорю не с священником, а с ученым, как минимум. Нет, какой задан вопрос. Ко мне приходят физики, которые преподают квантовый физик. Я беседую с ними, как физик. И говорю, почему у вас в основе ничего? Но вы на основе вед с ними беседуете. Что на основе вед? Веды, веды. Это мудрость, которую оставили нам предки. И в ней есть те постулаты или те вещи, которые вот сейчас ученые, которые занимаются, допустим, квантовой физикой, изучают, да? Или открывают эти открытия. Конечно. Все новое. Все новое, хорошо забытое старое. Это все оприсано, так сказать, в ведах. Допустим, в Индии, в Дели хранится книга Вайтманника Шастре. То есть, учебное пособие по созданию Вайтман, Вайтмар, Виман. Переведем, давайте. То есть, это небесных колесниц. То есть, космических. Да. То есть, как их создать, как пилотировать, как управлять, чем заправлять. Хорошо, пользуюсь. Одни на кристаллах, другие на ртути. В 1868 году учитель одной индийской деревни прочитал, сделал, летал над деревней. Пришли англичане. Как, что летает, он разобрал. Все, читайте, делайте. А почему он не зарегистрировал это изобретение? А зачем? За не заплатить товары? То, что хранят одни. Он полетал, и ему достаточно. Зачем? Для него-то инглизы, которые пришли, это уничтожители древней культуры. Он просто не хотел ему это все рассказывать. А не время. В военных целях. Зачем? В военных, да. То есть, сейчас любое изобретение используется как средство массового уничтожения. Поэтому наши источники, вот многие читают, говорят, а почему там строчки и источник? Потому что не время давать информацию. А, ну да, я видел тут просто такие многоточия. Да, да, да. Это пропущенный текст. Намеренно, да? Намеренно пропущенный текст. Ну, зачем квантовое и прочее оружие давать? Ну, или тектоническое, которое изменяет земное ядро. Ну, хорошо. Если вы обладаете такими знаниями, почему бы вы не воспользовались ими? А зачем? Ну, давайте, ребята, все будем... А зачем? Не, а тогда мы уподобимся темного. Зачем? Наша цель-то другая. Нам еды передали, мы должны передать своим детям. А вот такое понятие, как волхвы, о котором все говорят? Ну, гармонизаторы, ну. Это у вас? Это тоже ваша, так сказать, структура? Волхвы, знахари, потворники, кудесники. Знахари это те, которые лечат вообще без лекарств? Нет. Наши никого не лечат. Медикаментозно, я имею в виду. Наши никого не лечат. Либо, как сказал Зазорнов, а чего? Лечат, оттого и помирают. Наши восстанавливают структуру. То есть, если я заболел, у меня какие-то серьезные проблемы, и я обращаюсь к вашему знахарю, он меня не излечивает, а восстанавливает, то есть приводит в первоначальную ситуацию? Конечно. Потому что, когда лечат, борются со следствием, но не убирают причину. Я бы еще с вами поговорил, но уже время. Смотрю, интересно. Можно договориться, продолжить. Вы седу в очередной приезд. Давайте. Вы же будете приезжать? Ну, я буду приезжать, потому что сейчас вот там Ставропольский край, и здесь это сейчас регистрация будет. Да, мы подготовим передачу, да, вот как только, так сказать, наступит момент, потому что я думаю, что эта передача вызовет много-много чего. Все уже. Ну, уже все. Мы подготовим. Мы-то вот эту фразу главную записали. Мы ее выпустим, потому что тема интересная. Я действительно... Поэтому...